Проект «История. Люди. Память» представляет Ромова Рикойта Ромова. Слово это известно пусть не всем, но многим. По крайней мере, знающим историю народа, давшему имя этой земле Пруссы, Ромова – знаковое слово. Ибо оно, сердце этого народа, его сакральный символ, то первое и последнее, в чем заключалась душа этих детей природы. По-своему наивных, по-своему жестоких, и, видимо, в силу этих причин, ушедших в историческое небытие. Тем ценно, то немногое, что сохранило о Пруссах эта земля, носившая имя Натангия. Сегодня часть ее – Мамоновский городской округ. И потому наш гид Ромова Рикойта – Константин Косенков, сотрудник местного краеведческого музея. Ну вот мы с вами подошли к этому древнему священному месту. Непосредственно вот здесь можно видеть, это так называемое ворота в Ромове. И дальше начинается, плавно поднимается вверх, уходит вал рукотворный, длина которого примерно где-то 150 метров, а высота даже сегодня, можно так померить, посчитать 6-7 метров высотой. Это еще, повторяюсь, рукотворный вал, который и огораживал, защищал вот это священное древнее культовое место, площадка, где считается также рос огромный вечно зеленый культовый дуб, проводились обряды. Площадка действительно была внушительных размеров – 205 на 182 метра. Высота над уровнем реки – более 20 метров. Данная часть городища – место пребывания Криво-Кривайта и жрецов-эделотов. Где-то здесь рос вечный зеленый дуб, поместилище богов, горел священный огонь, иконский череп, и змея, пьющее молоко, и занавес, и верховный жрец с кривым посохом. Основание Ромова согласно преданию пришельцы Ведеварии, братья Брутен и Ведевуд. Ну вот мы с вами спускаемся с плата так называемого Ромова, который у меня за спиной, идем по дороге, и спускаемся к горе, которая на немецких картах обозначена под названием Латайнинберг. Есть и название рекойта, которое встречается в различных источниках. У подножия горы лежит камень, сейчас мы с вами его увидим. На нем выбит древний солярный символ, да, так называемая свастика. Но, к сожалению, нет доподлинно известных источников, достоверных, что это именно камень, имеющий отношение к язычеству. Возможно, это нацистские времена после 1933 года. Гитлер, как мы знаем, любил места силы так называемые. Возможно, это было установлено уже после 1933 года. Свастика. Солярный знак. Древний языческий символ. Нацисты, не будучи христианами, вполне осмысленно повесили его на свои знамена. Впрочем, и христиане-крестоносцы в своих методах по захвату чужих земель мало чем отличались от грядущих потомков. Понятие морали им было чуждо. Вот что писал о пруссах в своих хрониках Петр Дюсбургский. Прутены не имели понятия о Боге. Поскольку они были глупцами, то разумом не могли постичь его. И вот, поскольку они не знали Бога, то случалось, что, заблуждаясь, они всю природу почитали вместо Бога. А именно солнце, луну и звезды, гром, птиц, также четвероногих вплоть до жабы. Были у них также священные леса, поля и реки, так что они не осмеливались в них рубить деревья или пахать, или ловить рыбу. Было же среди этого погрязшего в пороке народа, а именно в Надровье, одно место, называемое Ромов, ведущее название свое от Рима, в котором жил некто по имени Криве, которого они почитали как папу. Хотя откуда эти глупцы могли знать о существовании Рима и тамошнем папе, хронист не уточняет. Впрочем, это и не важно. У пруссов был свой пантеон, свое святилище свой, высший духовный сан, к слову, еще до римского католического, как такового. Предполагаемая датировка Ромова в Натанге 4-6 века н.э. По преданию, в центре святилища рос свечный зеленый дуб, в ветвях которого обитали прусские боги. Паттала, бог старости, смерти и подземного мира, Перкуна, бог грома и молнии, Патримпа, главной поводной стихии, молодости и цветению. Перед дубом горел священный огонь. Дерево было обнесено полотнищами, за которые мог заходить только верховный жрец Крива Кривайты. Одним из символов которого был посох Кривуля, имевший петлеобразную форму. Петля была символом бесконечности у пруссов. Место, где река делает петлю, Гарамова выбрана не случайно. С этой точки зрения, святилище отвечало всем символам веры, всем знаком пространства и времени, всем уровням бытия. Здесь присутствовал нижний мир, река Ярфт, с ее вечно мерцающими сумерками. Средний мир, плата святилища, место жертвоприношений и обитания Кривы. Верхний – гора, выше которой только облака и звезды. За ходом времени, то есть жизненного космологического цикла, следили боги юности, зрелости и смерти. Но ничто не вечно под луной. В 1010 году Рамова была разрушена польским королем Болеславом I, после чего пруссы перенесли свое святилище вглубь Великой Пустоши, в Надрую. Варапилс, Шлозберг. Так в разное время называли то место, куда ушли со своими богами русские жрецы. Сегодня это бочаги. Та же петля, то же плата и городище, только горы нет. Но ее вполне заменяет огромный по высоте насыпной вал. Второе – Рамова. Последнее на этой земле. После прихода крестоносцев оно кроется в языческой Литве. Не сумевшие разделить две ветви власти – княжескую и жреческую, тем самым заложить основу государственности, пруссы сошли с исторической арены. Не последнюю роль здесь сыграло предательство элит. Большинство тогдашних нуберей, боясь поражения в имущественных правах, перешли на сторону врага. Но вернемся к Рамову. Нам повезло. Об уникальных памятника до орденского периода в общем и целом неплохо сохранились. Люди по-прежнему приезжают сюда. Следы их пребывания повсюду. Кострища, амулеты, места ночевок. Маленький дуб, согласно надписи, потомок знаменитого 800-летнего дуба из Ладушкина, посажен на вершине горы. Место востребовано. Место посещаемо. И если первая Рамова-Подмамонова особых тревог не вызывает, то место второго в Черняховском районе может серьезно пострадать. Согласно генплану, здесь пройдет автомобильная трасса. Как это скажется на объекте культурного наследия федерального значения, могут оценить только специалисты. Лишь бы, как это часто бывает, не оказалось поздно. Что может легко произойти с городищем Грачевки, недалеко от Светлогорска? Оно ровесник Рамова, 4-6 века, тоже объект культурного наследия. Здесь вовсю хозяйничают байкеры, устроившие на городище мотодром и гоночные трассы. Рев стоит на весь лес. И сам черт им не брат, не говоря уже о леснике, егере и прочих Росприроднадзорах. А ведь место уникальное. Археологические раскопки здесь проводились почти сразу после войны. В конце 40-х, начале 50-х. Теперь на городище прыжковый трамплин и блиндажная яма на гребне Вала. Туризм. Волшебное слово в новом экономическом лексиконе края. Инвестиции, привлекательность, многомиллионная индустрия, выставки, музеи, променады, музейные кварталы. Это хорошо и должно быть, но речь о другом. В нашем регионе десятки подобных объектов и городищ. Это уникальное историческое наследие. Везите туристов, разрабатывайте маршруты, пополняйте бюджеты, заодно и памятники сохраним. Проект «История. Люди. Память» при поддержке Фонда президентских грантов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова